Трейдеры продолжают пересматривать свою оценку темпов восстановления американской экономики. Сегодня в этом деле участникам рынка поможет публикация данных по инфляции в США. И хотя прогнозируются довольно сильные значения ускорения темпа роста потребительских цен, тем не менее котировка индекса USDX, демонстрирующая положение доллара по отношению к корзине из шести мировых валют, снижается и сегодня консолидируется вблизи уровня 90.40. Также усиливаются опасения относительно предстоящего роста государственного долга. Рынки учитывают то, что демократы планируют продвигать широкомасштабный пакет стимулов без поддержки республиканцев. График пары доллар-иена осталось в боковике в ожидании новых драйверов для торговли. Эксперты технического анализа отмечают нахождение котировки вблизи нижней границы торгового диапазона. В случае, если котировка нырнет под уровень вчерашнего минимума под отметку 104.50, то ждем спуска к уровню 104.03. Но если график развернется и доберется до уровня 105.00, то вполне возможен и восходящий ход к отметке 105.30. В потоке новостей сегодня стоит отметить информацию относительно снижения потребительских цен в Китае. За январь месяц показатель годовой инфляции в Поднебесной вновь вернулся в зону отрицательных значений к уровню на минус 0,3%, что немного хуже прогноза. Аналитики прогнозировали снижение на 0,2%. Тем не менее, рынки воздержались от проявления явного негатива, поэтому как в месячном исчислении потребительские цены все же выросли на 1% в январе по сравнению с падением на 0,4% в декабре. Январская динамика считается позитивной из-за неблагоприятной погоды и роста спроса в преддверии новогодних праздников по лунному календарю. Вполне вероятно, поэтому котировка барометра рисковых настроений из азиатско-тихоокеанской торговой сессии сегодня продолжает подъем. График пары австралийский доллар против американского вырывается выше уровня 0,7745. Настроения улучшились также и после данных, где было отмечено, что индекс потребительских настроений Westpac от экспертов Мельбордского института вырос на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом общий индекс теперь на 14,2% выше до пандемических значений февраля 2020 года. А это свидетельствует об исключительной уверенности, но эксперты технического анализа предостерегают от поспешных решений и не видят перспектив для дальнейшего роста. А на этом у нас пока все, мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова